Всем приветики! Мы в школу. Машуня первый раз в новую школу. Милочка с той стороны. Маша туда пойдет. Ну а Мила с нами так пока что. Мила спадки хочет. Выспался ребенок. Ну что? Как настроение-то, Машуль? Волнительно. Волнительно? Да. Конечно волнительно. Конечно. Маме тоже с папой волнительно. Мила, что случилось? Что Милочка? Застегнуться не может. У нас Милочка без настроения. Проснулась, не выспалась. Вчера гнали-гнали спать. Все равно. Сегодня спать раньше пойдешь. Все. Да. Сегодня уже раньше спать, потому что вот такие настроения нам не устраивают. Вообще. И Машуне завтра и в школу тоже рано. Так что так вот. Ой, ну посмотрим, да? Сейчас все спросим, расспросим и вам расскажем, что и как. Как будто бы, да? Я тоже. Как будто бы тоже первый раз только. Куда-сюда, да? Ну что, отвели Машульку. Ой, я немножко разволновалась. Ой, так. Ну, в общем, все будет хорошо. Просто жалко, что, ну, знаете, ребенка закинули вот так в новую школу, в новый коллектив. Она бедная, такая растерянная. Ну, в общем, все, и успокоилась. Вроде как. Знаете, первый раз, первый класс, когда Маша шла, не так было волнительно все-таки, потому что там и Кристиан шел в ее класс. Еще там две близняшки из ее группы из садика. Еще, ну, в общем, дети шли, которых она знала и, ну, как-то не так вот волновался. Да, вот, мы волновались. А так как сейчас, то есть, ребенок перешел в другой, все дети, ну, незнакомые еще. Понятно-то, разнакомятся, понятно, все будет хорошо. Ну, просто когда она сейчас стояла, вот, вот, это дядя Андрей. А тогда она стояла такая вся растерянная, бедная, вот. Все, и успокоилась, вот это жалко. Ничего, привыкнет, все будет хорошо. Ой, мама, может быть, больше волнуется, чем ребенок. Сейчас все нормально будет. Приехали сейчас посмотреть. Приехали посмотреть, вот, велосипед продается за 45 евро. Вот, мне он понравился, я бы себе его сейчас взяла бы. Такой, с корзинкой, тут видно, мужчина, в музее, как бы, велосипедов, он их сам чинит и продает. Вон еще велосипед стоит за 35 евро, а вот этот за 45 евро. Мама, ты знаешь, просто этот велосипед... Поэтому думаешь, чтобы о том, чтобы купить. Мама, этот велосипед не... На, дозик. Да, милочка? Милочка, спотки хочет. Будешь сейчас спать дома? Или уже нет? Смотрите, уходи, смотри. Себе тоже взяла? Да, вон. Вообще клево. Я тебе говорю, 35 евро. Вообще. А за тво... Ну, видишь, так будем вместе кататься. За твоим, за твоим сказал... За твоим сказал это... Говорит, я вам, конечно, не отдам столько там много, да? Ни состояния не получите так. Говорит, может быть, 20, 15, 10 евро. Говорит, ну окей, хватит. За наш, типа, если мы сдадим? Ага. Да, ради бога. Ну, конечно. Я его выбросить хотела. Еще 10, 15 евро. Да, конечно, конечно. Ну все, вся семья привели, как теперь. Мы пока еще не миллионеры. Пока не миллионеры. Кататься на выходные. А даже если будем миллионеры, все равно будем торговаться. Да. Как все дела, миллионеры. Потому они и миллионеры. Ну, все, класс. С великами. Да, все, теперь на велосипедах будем. В понедельник их заберем. А, понедельник. Нормальный. Нормальный. Понятно, не новый, естественно, за 45 евро. А, ну там было только что два дома, какие были похожи. Как он когда-то жил. Да ты что, да? Ну что, забрала я машиню уже со школы? В классе только 12 детей, а один переедет, а в первом сентябре у нас 1 сентября, и тогда у нас будет уже 11. Вообще, так мало. А у меня было 27 детей в классе. Класс больше, а детей мало. А сейчас будет 11, да, с сентября месяца. Это вообще. И тем более, что у них два класса, А и Б. Маша ходит в Б класс, и 11 детей будет, представляете? А там у нас в школе было три класса, А, Б, С, и у Маши было 27 детей. Да. Обалдеть. Ну, тебе понравилось? Да. В конце не понравилось. А что в конце не понравилось? А, то, что мама чуть-чуть позже пришла. Но мама пришла раньше, по идее. И мне папа сказал, наш Дима сказал, что надо в 12.45, а я пришла в 12.40. Думала еще раньше. Оказывается, у них чуть раньше закончились. Закончились уроки, да? Сегодня не было... Ну, а что вы делали? Ой, мы делали маски для... После завтра у них будет свято. Мне можно остаться дома. Мне можно остаться дома, потому что у меня нет маски, и я же новенькая, могу остаться дома. Ага, но мы все равно уезжаем за мебелью. Угу. Понятно. В общем, подружки уже с двумя Маша играла девочками, да? Одну забыла, а одну не забыла. Забыла, да? Осторожно, не сильно задирай платьичко. И имя, два имя сразу. А, понятно. Это очень тяжело. У нас сегодня не было математики, читать, дольчь. Ничего не было еще, да? И... Один раз мы перепутались, когда маски делали. Лара была Лёвина театре, а там другой мальчик из другого класса, я думаю, Драй А, Бонбол Лёв, это такой зонный, такой зонный театр. Оставь, да, со всеми потом покушаешь еще. И мы перепутали, потому что мы сделали Лёв, а вообще-то должно быть Тига. Да, Тига же девочка, а Лёва мальчик. Лев. Понятно. И мы перепутались. Это мальчик сделал Лёву, да, это уже нормально. А Лара сделала тоже Лёву, но это должно было быть Лёву. А потом она еще раз сделала, это уже лучше. Это уже не круглая маска, а вот такая. Ну все, завтра Герной пойдешь в школу? Да, с удовольствием пойдешь? Ну, школа идет опоздать. Обязательно, ты же ни в коем случае. Все. Пожи. Темки, темки, пока! Я вам покажу, что у нас в школе, какой дорогой можно пойти. Какие катакомбы здесь, да? Как оттуда идти можно. Да, оттуда, давай сюда проходишь. Пошли, я тебе покажу. И тут такие для детей катакомбы вообще. Вот там можно прятаться. Тут можно вниз и наверх. Машу здесь уже новые подружки водили, да, показывали все? Как зовут подружек? Одну, да, одну уже не знаю. Не помню, да, Маша, у меня еще не запомнила. Вот тут можно наверх и вниз. Пошли, туда еще покажу. Боже мой, тут целая куча. Можно? Бегать туда, туда. Туда. Ну, счастье для детей. Я просто представляю себя в детстве. Я бы тут тоже гоняла бы. Главное не падать. А то здесь можно хорошо упасть, подскользнуться. Ой, тут и горка, да. Тут тоже и туда ход, да. Два хода, да? Можно тут, тут, туда внутрь. Да вообще. Еще есть. Супер. Тут можно уже сразу полететь. Тут двоечку. Все? Все. Я вам все показала. Пока! Молодец. Смоки-смоки. Смоки-смоки. Ну, все, все хорошо. Мама переживала только. Мама только переживала. Ну, дай бог, все нормально будет. Сейчас уже она с девочками общается. Вообще, класс маленький. Сейчас у них, завтра еще уроков не будет, как таковых. Им завтра дадут расписание. И это расписание уже будет с понедельника уже все действовать. То есть, они будут уже с понедельника учиться. Поэтому, такие вот дела. Ну, все, классно. Идем сейчас домой кушать. Милочку оставили. Кушать все. Кушать на мне. Да? Ой, там Машеньки вообще. Твой блинчик пока. Комару кусил, да? Очень распухло. Ой, ужас. Чешется. Они обе чешутся. Комары покусали. Но я смотрела, в квартире комаров нет. Это на улице их. Покусали комарики. Это когда мы в гостях были. Да. Ехали там у дедян деревья на работу. Да. И это. И что? Что хотела сказать? А, Милочку оставили как раз. Милочка сейчас до трех здесь будет. Поэтому мы сейчас пойдем покушаем дома. И пойдем заберем опять Милочку. В общем, ходьба туда-сюда, туда-сюда. Уже жду, когда велосипеды мы привезем. И будем на велосипедах. Ездить уже будет быстрее. Хотя идти здесь тоже недалеко. Если честно, 15 минут, в принципе, недалеко ходить. Нормально. Единственное, что туда-сюда вот эта беготня. Что? Какая красота. У нас дома уже такой стоит. Но держи тогда, и мы опять дома еще доставим. Мила, здесь же сорвала. Ладенько, пойдем домой, потом переключимся. Ну, еще пополнение. Еще одна коробка у нас дома. Сколько можно? Нет, это вообще я заказала посылку. Заказала для котов вот это дерево. Там, где они могут царапать и спать на нем. В общем, точно такое заказала, как у нас было раньше. Но у меня, к сожалению, девочки тогда его... Девочки его разломали. Я сейчас в трусиках. Девочки разломали. То есть, когда были маленькие, садились там и болтались на этом дереве. В общем, и сейчас, чтобы кошки здесь мебель не царапали, чтобы у них был свой уголок, я заказала им вот это. Кратсбаум, да, называется в Германии. Поэтому сейчас будут собирают точно, как у нас. Ой, такой еще новенький. И что интересно, оно подходит под наших кошек. Потому что они, когда тут лежат, их практически не видно. Сливается окрас с этим всем. В общем, надо сейчас инструкцию найти и будем складывать все. И мне что нравится, небольшое такое это дерево. И как бы для кошек вообще, но оно высокое. Забрала Милочку в садик, посмотрит, тут новые велосипеды. Прикольно. Что? Да тут дядя ремонтирует велосипеды и продает. Недорого. Ну вот, все, и мы идем домой, да? А все вещи тоже. Знаешь, для котиков пришло дерево там, новое есть, домики. Да, мама сейчас собирает. Что-то собирала и чуть-чуть-чуть там неправильно прикрутила. Мама, я буду тебе помогать. Обязательно, конечно, как же я без тебя. Как же я без тебя. Я буду тебе инструменты подавать, ты будешь говорить. Хорошо. Все, собрала я вот такое вот дерево, смотрите. Оно у нас было уже, я сюда выгол поставила. Надеюсь, им здесь понравится, посмотрим. Вот. Очень удобно. Я помню, здесь Муся у нас всегда спала. В сухну они могли, там. Шофа тут. На этих они любили, в этих тоже спать. И Шофа тут спала. Нет, мам, там я и Мила были. Классно, качественно это. Там я и Мила всегда была. Тут я и Мила. Сейчас, чтобы я вас там не видела, понятно? Да. Вы уже большие девочки, уже понимаете, что нельзя туда. А у нас было вот дома Мила в эту садится, Маша и качаются. И они так разломали нам. Маша, надо попробовать кошек сюда поставить, показать ему. Мама, я на эту, а не она ту большую. Да. Да, я все время выше залазила. Маша, принесла сюда девочек. Муся еще не поняла. Но Софья сразу, Софа легла и сразу лежит. Ей понравилось. Да, Софа? Муся еще не в понятности. А я в последний, последний год, да, мам? Или месяц? Что? Учительный. Следующий, в этот месяц, в конце месяца. В этот, в этот конец месяца я поеду с моим классом в какой-то отель. В поездку, в Красный Парк, да. В поездку на пять дней. Угу. Да. Маша, в путешествия. Все, Софка прибалдела сразу. Это лазит, хочет, чтобы я гладила. Хочет, чтобы я гладила, ее гладила, гладила, гладила. А вы знаете, что эти кошки вообще-то больше мои. Ну, по цвету смотри, когда подходят они. То есть они будут лежать, их сильно видно не будет. Да, когда это у нас уже было, я вообще не могла софы найти. Она лежала просто там. Да, да. Вкусно. Мама сила расслабиться. Ребенок прилетел. Идем поесть. Мама сделала себе это наконец-то. В конце дня убралась, в подъезде помыла, и здесь помыла. Как это в конце дня? Борщ сварила, детей привела, увела, привела. О, Господи, что ты перевернула? Я устала. Я устала, хочу отдохнуть. Делала себе зеленый чай. Вот. И взяла халгуру. Мы брали ее тоже в турецком магазине. Истамбул вот такая вот. И она вот такая, как я поняла, из фисташек сделана. И там еще изюм есть, но я его уже съела. Да, с фисташкой, да, тут орешки, вот, фисташки и изюм был, да? Фисташки это вот такие. Внимание! Вкусненькие. И вот тавата, которую я тоже ела, очень вкусная была, я показывала. Надо еще такую купить, да? Да. Вкусная была вообще. Смотрите, я съем фисташки. А тавата, она прям со вкусом вот такой. Я съем фисташку. Угу, молодец. Хотите, сделайте. Не очень со вкусом, как фисташка. Покажа ума. Сильно громко. Смотри, какая. Покажи, какая мы улыбка. Ну все, буду кушать. Смотри, какой мы улыбка смотрим. Это храброе сердце. Все, пока. Темки-темки. Темки-темки, пока-пока. Хотела сказать, девочки, спасибо огромное всем за пожелания. То, что мы вот переезжаем. За все ваши, в общем, пожелания к переезду. Спасибо вам большое, прибыльное. Очень-очень приятно. Спасибо. Спасибо.